здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале сегодня поговорим о огородных делах и я отвечу на ваши вопросы но вначале хочу выполнить свое обещание и показать первый цветочек я говорил как только появится первый цветочек и обязательно его покажу каких-то зарослях так вылез что я не могу к нему добраться но вот отчетливо видно первый цветочек вот так наверное будет красиво я обожаю этот момент этот момент говорит о том что процесс пошел вот никогда всходят семена до никогда просто растут зелень а когда начинается цветение для меня это ура ура процесс пошел так что я желаю вам всем дорогие мои друзья дождаться то прекрасного момента здесь отчетливо видно что вот она первая кисть вот она вторая кисть будет свести и вот здесь очень много бутонов которые будут образовывать я даже не знаю ну точно не одну кисть вот такая красота в этой стадии и наверное уже долго долго это будет рекомендуется это если читать умные книги и смотреть так сказать youtube что я увидела что рекомендуется где что цветочек или брать ватную палочку и от цветочка к цветочку так сказать ее переносить касаясь слегка цветка но этим я не занимаюсь или просто взять и вот так под постукивать чуть-чуть по стволу якобы тем самым мы помогаем завязаться этому опыление перепыление в этом мало что понимаю но хочу сказать что я этим занимаюсь я вообще люблю по утрам да даже пока их выносишь да на балкон с балкона вот взял горшочек поставил вынес вот она уже вот это вот трясочка она уже есть конечно без фанатизма но тем не менее я чуть-чуть честно говоря здоровую с цветочками папа у меня этого не делают сказать что у меня рожай больше чем у него я не могу у нас как-то на равных так что заниматься этим или нет это уже решайте сами ну какие вопросы у вас были их немного но я сейчас отвечу итак вопрос первый буду ли я подвязывать свои томаты пока ствол не заваливается он стоит замечательно нет тяжести я не буду посмотрю как кустик себя ведет бывают такие сорта что подвязки вообще не требуется но если по тяжести плодов и все-таки куст развиваются будет пасынки он будет немножечко другим естественно не как сейчас там начале я обычно использую вот такие штуки купила фикс прайсе они для забора их несколько и они подсоединяются то есть в прорези вот этой части соединяются и можно что их по горизонтали стыковать а вот эти пазлы до пазухи как их правильно они можно их друг на друга вставлять часть одного вставляется в часть другого и я использую вот и как-то не видно если вдруг придется уже какой год я использую такие штуки а для тех горшочков которые будут нести функцию декоративную на кухне да я использую такие мне нравятся первых они под цвет цветочков цветущих девушек опять скрылся вот здесь желтый стрекоза там желтенькие цветочек как-то гармонирует вот и вроде как красиво я для подвязки использую такие штуки которые продаются для орхидей но буду я подвязывать или не буду подвязывать покажет время как будет развиваться кустик пока мне очень нравится их развитие просто вот сегодня пришла от мамы смотрю цветение и очень-очень радостно мне еще был вопрос какой я лук сажаю про несколько человек спросили обычный лучок который вот покупают для того чтобы посадить и получить из него большой лук и кстати у меня благодарят что начали заниматься делами огородными и детишки подтянулись очень много как минимум только четверо в контакте мне об этом написали я очень рада вот про детишек наверное я хотел сегодня поговорить и сразу значит покажу как лук сажаю что здесь премудрости нет просто лука если вы видите да вот этот хвостик и попробую здесь найти дорогу прорасти зелени чтобы чуть-чуть помочь я просто-напросто этот хвостик не вижу в камеру видно не видно отрезаю для того чтобы быстрее лучок вот это вот зачем нам абракадабр для того чтобы лучок зашел быстрее можно лук уже обрезанный подготовленный замочить в эпине прямо на несколько минут буквально но это не обязательно если вы только торопитесь это всхожесть если и пин не поддельный схожесть на несколько минут минут чуть на что говорю то дней она увеличится а так нет лучок старайтесь действительно прям углубить потому что лук по прыгунчику начнет сходить и выпрыгивать у некоторых луковичек если вы вдруг разрежете там прям само перо ничего страшного у некоторых луковичек уже проклевывается перо это можем а есть мы такой или нет есть вот например перышко уже проклевывается да здесь осторожненько просто убрать вот эту лишнюю штуку и в космос так где у меня вот пожалуйста я же здесь проносить про детей начала очень важно если у вас действительно у детей пошел интерес к огородничеству его не корни в корни не зарубить не загубить поэтому если есть такая возможность обратите внимание ведь деткам скучно просто до горшочек просто сажать обратите внимание особенно если это девочка на эстетическую сторону вот даже такой веселенький горшок с улыбающимися цветочками это будет уже не просто горшок а бы какой поэтому если есть возможность то можно ну использовать какие-то интересные горшочки детям это будет привлекаем они полюбят лук поверьте сразу и может быть какие-то дизайнерские штучки использовать какие есть какая есть возможность даже например мы посадили лук все в порядке да но если мы дренажиком украсим у меня к сожалению не остались цветных камушек от аквариума да а если у вас есть цветные камушки от аквариума это будет вообще замечательно вроде мелче приятно что называется и самое главное мы развиваем у ребенка желание творить развиваем вкус сегодня просто лук посадили таким не совсем стандартным методом а завтра он что-нибудь нам преподнесет более красивые более замечательные ну и все а теперь только поливать и ждать результатов и когда лучок появится особенно люди которые там instagram занимаются поверьте это просто прекрасные вещи для прекрасных фотографий интересный горшочек интересный лучок то есть пока он еще не ну молоденький очень красиво все смотрится это просто украшение кухни я обязательно покажу когда лучок зайдет кроме простых горшков обыкновенных можно использовать ну какие-то еще штучки дрючки вот обезьяна смотрит на льва играть не дам я тебе то что вырос олег от меня смогу есть я потому что здесь я использовал стаканчик а здесь я без стаканчика просто землю насыпала мой любимый крест салат еще раз говорю он растет абсолютно у всех даже у тех у кого не растут обычно вещи детки в такой горшок сажать будут с удовольствием самое главное не забывать поливать крест салат очень любит воду каждое утро или каждый вечер взять за правило просто поливать меня спрашивали сверху землей крест салат надо засыпать не надо он прекрасно растет не засыпанный сверху просто дайте ему за что-нибудь зацепиться земля ли это будет влажная ваточка опилки крест салат очень благодатная культура две недели его нужно срезать но пока он растет во первых это забава детям да не только детям и взрослым во вторых это очень красивые будут такие элементы декора для кухни которые повышают настроение ну и когда придет время через две недели дни через десять смотря какие семена и какая погода срезать это будет вкусняшка к столу так что если ваши дети заинтересовались делами огородными пожалуйста позабавьтесь с ними вот такой вроде знаете это все минутка какая-то но это так здорово и ваш ребенок который даже не любит крест салат он будет ждать когда он зайдет расскажите почему так пахнут эфирные масла чем он полезен залезть в интернет почитайте и вот на вашем огородике уже не скучно не просто какие-то горшки да со скучным там перцем и помидорами а уже что-то такое дюжа интересное что лишний раз тянет в огород заглянуть вот этот лучок я посадила вчера и посмотрите те луковички которые были проклюнуты они со светлых превратились уже в зеленоватые а те луковички которые не были проклюнуты тоже уже начинают пускать росточки так что теперь у меня и у обезьянки свой огород отдельный и у львенка свой огород не подерутся занимайтесь огородничеством развивайте вокруг себя красоту уют прививайте все это детям это обязательно сторица вернется рано или поздно обязательно